Я понимаю, что хорошо, что у нас с ним ничего не получилось. И мне иногда даже интересно, неужели он не натыкается на мои видео. Когда мне было лет 18, я очень хотела выйти замуж за одного парня, который мне очень нравился. Приходит полицейский и ногой как дает по этой коробке. Но уже там 4 золотых зуба спереди. Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами зеленый ужин. Я специально подготовилась. Посмотрите, даже здесь салфетка зеленая. Предусмотрительная, да я, девушка? Здесь зеленая лапша. Вот такая вот интересная. Точное название этой лапши не знаю, сколько ни гуглила, не смогла найти. Здесь дальше морская капуста, которую я никогда в жизни не пробовала. Сейчас попробуем. И специально зеленый напиток. Это тархун. Знаете, как-то кола мне поднадоела. Поэтому я решила перейти на что-то другое. 4 котлетки. И вот такая вот порция. Не знаю, справлюсь я или нет. Но давайте начнем. Приятного мне аппетита! Сюда надо кое-что добавить. Я купила чесночный соус. Тоже никогда не пробовала. Мне сделали замечание в прошлый раз, когда я кушала лапшу, что я ее неправильно ем. Нужно делать вот так вот. Ну, так я вам скажу. Не могу сказать, что прям вау, но и неплохо. Но мне все-таки больше нравится сырный соус. Я теперь уже беру от Слобода, потому что он стоит дешевле, чем Хайнс. И он такой же вкусный. Зачем переплачивать? Хоть там и копейки, но все равно. Для меня эти два соуса, они абсолютно одинаковые. Я не вижу смысла переплачивать. Вот так вот наматываем. Господи, как это все сложно. Если честно, я немножко в плохом настроении. А это все связано с моим походом сегодняшним в супермаркет. Я встретила ребенка, мальчишку. Наверное, лет 5-6 где-то. И рядом с ним шла его мама. Мама выглядела очень-очень странно. Но это полбеды. То есть, кто как выглядит, это сугубо личное дело каждого. Мы стояли около одного прилавка. И мальчик хотел сладости. А точнее, он хотел шоколадку Милка. Но мама не покупала. И тут он начал плакать, просить ее и так далее. На что мама так сильно ударила сына своего. Он же совсем маленький. Но он же не нахулиганил. Но захотел он шоколадку. И что? Причем вот так вот по голове. Я хотела вмешаться. Но я подумала, она скажет, что сначала своих роди, а потом начни воспитывать. И тут пожилой один мужчина на Азербайджанском начал с ней, короче, ругаться. Она его как матом. Она очень странно выглядела, честно. У меня такое ощущение было, что у нее не все дома. Она еще беременная, кстати, была. Волосы распущенные. На голове такая шляпа странная. Реально очень странная. Молодая. Ей, наверное, может 25-27 лет. Но уже там 4 золотых зуба спереди. Это как-то странно, на мой взгляд. Вот так вот за шкирку взяла своего сына. И потащила в сторону кассы. Он такой плакал. Бедненький вообще. Может, даже это не ее сын. Ну, хотя сын ее называл мамой, наверное. Это его мама, да, наверное. То, что как будто она не в адеквате. Вот в России есть бомжи, да. И вот девушка выглядела как... Не хочу никого обидеть, но очень странно выглядела на самом деле. Ребенок тоже вообще неопрятный. То есть... Просто жаль таких детей, которые растут в таких семьях неблагополучных. Самое, что меня поразило, это когда мужчина вмешался и как-то культурно начал ей объяснять, что с ребенком так не стоит, он же маленький и так далее. Знаете, на русском языке, если ты руганешься матом, это будет выглядеть не настолько грубо, как на азербайджанском языке. Здесь вообще не принято, что женщина ругается матом. Даже мужчина при женщине не ругается матом. Это считается неприлично. В России, я не знаю, как будто матершинные слова настолько уже вошли в нашу речь русскую, что нам кажется, это нормально. Но в азербайджанском языке это очень... дико. Очень дико. Вообще мне жалко, когда я вижу таких детей или детей, которые попрошайничают на улицах. Вот я не понимаю, неужели опека и попечительство есть в России, правильно? У нас эти органы вообще куда смотрят? Иногда смотришь маленький ребенок лет... лет 5-7 сидит на холодном полу, на асфальте и попрошайничает. В России вы такое не увидите. Я не понимаю, почему органы, которые должны следить за этим, они не следят. Ребенок, которому 7 лет, 6 лет, он не понимает, что он делает неправильно. Если родители ему говорят, что иди попрошайничай, он думает, что так и должно быть. Один раз я увидела такую картину, я прям дня 4 не могла прийти в себя. Выход из метро, там такая лесенка, и сидит мальчик, наверное, ему 8-9, точно не помню, сколько ему лет, но в общем, да, сидит с такой коробкой. А в коробке копейки, которые ему подают, да, то есть кому не жалко, кто 20 копеек кинет, кто 30, и в общем, он эти копейки там собирает. И вдруг приходит полиция, господи, как это есть. Приходит полицейский, и ногой, как дает по этой коробке. Упала на него, можно так сказать, да, копейки покатились вот по этой лестнице, все ниже и ниже, и прям такой звук стоял. То есть можно было как-то культурно поднять ребенка, отвезти его куда-то. Люди, которые шли у нас вообще в Азербайджане, нету такого, как безразличия, понятия безразличия у нас нету. В этом плане у нас народ вообще хороший, да, то есть с кем-то, не дай бог, что-то плохое произойдет, все сбегутся, все помогут. И все начали на этого полицейского наезжать, что если тебя что-то не устраивает, ты можешь нормально сказать, зачем ногой пинать коробку, зачем унижать человека, тем более ребенка. Мимо проходящие начали осуждать полицейского прям конкретно. Так по-русски сказать, осадили его на место, чуть ли не в драку с ним пошли люди, которые мимо проходят. И он сказал одну такую вещь. Я, говорит, специально пнул коробку ногой, чтобы мама, которая стоит там, говорит, и заставляет попрошайничать этого ребенка, наконец-то ей стало стыдно, и она пришла и забрала свое дитя. А вы знаете, он оказался прав. Буквально через 3-4 минуты прибежала его мама. Мама ребенка. И начала просить, чтобы их отпустили и все такое. Не то, что обычно. Вообще в Азербайджане азербайджанцы не попрошайничают. Это, как правило, цыгане. Все попрошайки в Баку это цыгане. Не встретишь азербайджанца, который с протянутой рукой чего-то просит, да? Но я не понимаю, но в других странах цыгане хорошо живут, знаете, такой уважаемый народ. Почему здесь они в таком положении, я не понимаю. Но так или иначе, это люди, которые живут на территории Азербайджана, правильно? Значит, у них гражданство Азербайджана. Почему нельзя помочь этим людям или наоборот отнять у них детей, если они не справляются с их воспитанием, если они эксплуатируют детей для того, чтобы попрошайничать. То есть как-то с этим нужно бороться, на мой взгляд. Знаете, этот случай я, наверное, запомню на всю жизнь, потому что этот случай был прямо перед моими глазами и настолько задел меня. Когда все накинулись на полицейского, он сказал, что если вам так жалко этого ребенка, возьмите к себе домой, помогите им обеспечить его. Я очень извиняюсь. А государство тогда нам зачем? Почему мы платим налоги? Есть еще такие моменты. Впервые пробую цветную капусту, морскую капусту. Это реально невкусно. Это очень невкусно. О, как это пахнет. Чего я не послушала этот аромат до того, как села. Господи. Вообще невкусно. А вы любите морскую капусту? На мой взгляд, это вообще невкусно. Я человек всеядный. Я ем все. Мне нравится все. Но это реально что-то с чем-то. Это не очень. Я подготовила вопросы. Думала, сейчас буду отвечать на вопросы. Но честно, меня переполняют эмоции. И я понимаю, что вы любите, когда я именно отвечаю на вопросы, а не рассказываю какие-то истории. Но просто мне сейчас как-то не до этого. Я как-то сразу вспомнила несколько случаев. И, да простите вы меня, мне хочется сейчас поговорить об этом. Еще был такой случай. Я еду в автобусе. Рядом со мной едет женщина. Ну, как женщина. Ну, где 35 ей лет. Ориентировочно там. И вместе с ней три ее ребенка. Такое ощущение было, что она каждый год рожала. То есть дети почти одного возраста. 5-6 лет. Ну, такие, да, детишки. Где-то первый класс. Максимум второй. Она такая расфуфыренная. При макияже, при нарощенных ресницах, при нарощенных ногтях. А смотришь на детей. Дети так бедно одеты. Вот настолько бедно одеты. Ну, это бог с ним, да? Ну, возможности нет. Я могу понять. Ну, на себя она так тратит, да? Ну, как бы это ее личное дело и так далее. И тут один из парней начал к ней подкатывать. Девушке трое детей. Каждая хочет к себе немножко внимания. А она так грубо обращается с этими детьми. То есть, я не понимаю людей, которые просто так рожают. То есть, детей прежде всего нужно любить. Зачем трое? Ради одного, но с любовью относись к нему, на мой взгляд. Ну, в общем, едем мы в автобусе и она такая расфуфыренная. Там вот прям и в автобусе познакомилась с парнем и дает ему номер свой. При этом дети ее вообще не интересуют. И это видно прям со стороны. То есть, я не понимаю таких людей. Я не понимаю людей, которые заводят детей. Ну, просто получилось так. То есть, надо любить детей. Время уже... Время уже 10 часов. Ох, наедаюсь я на ночь. Ну, ничего. Иногда можно правильно. Когда мне было лет 18, я очень хотела выйти замуж за одного парня, который мне очень нравился. Ну, с одной стороны, я понимала, что 18 очень рано, но с другой стороны, этому парню было около 25. Ну, в общем. Сейчас прошли годы, у нас с ним ничего не получилось, но я очень рада, что у нас с ним ничего не получилось, потому что в те годы я бы не готова была бы к семье. Тем более к детям. Это расставание было самое тяжелое вообще в моей жизни. Наверное, потому что это была какая-то первая любовь. Первая любовь у меня как раз-таки 18 лет была, представляете? Ну, сейчас я смотрю на его жизнь в фейсбуке, иногда захожу, смотрю. И я рада, что у нас с ним ничего не получилось. Если бы я 18 лет повышала бы замуж, я бы не смогла, например, быть блогером, я бы, может быть, даже универ бы не закончила. Всему есть свое время, на мой взгляд. Слишком рано тоже нехорошо. Но чисто для меня. Есть люди, которые вышли замуж и в 17 лет счастливы. У меня среди подписчиков есть подписчиц, то есть. Девчонки, которые в счастливом браке живут. Но я чисто от себя я понимаю, что хорошо, что у нас с ним ничего не получилось. И мне иногда даже интересно, неужели он не натыкается на мои видео. Все равно, знаете, сколько бы у человека в жизни не было бы отношений, мне кажется, свою первую любовь каждый человек помнит. И моя первая любовь, она случилась очень-очень поздно. И у меня даже до сих пор, представляете, до сих пор у меня есть номер этого человека. Ну, как есть, я его помню наизусть просто. Мне просто любопытно, что натыкается ли он в Ютубе на мои видео. Просто очень интересно. Для азербайджанского Ютуба у меня очень хорошая аудитория. Здесь максимальное количество подписчиков в Ютубе у человека 300 тысяч. Больше этого нету. Топ азербайджанского Ютуба это 300 тысяч. Поэтому я очень часто здесь выхожу в рекомендованных. И иногда думаешь себя, интересно, он видит? То есть он был намного старше меня. Но при этом был очень-очень хорошим человеком. очень, как сказать, я его очень до сих пор уважаю. Я не могу сказать, что мы расстались, ненавидят друг друга и так далее. Вот большой медведь, который у меня на фотках есть. Это, успею, сейчас упаду. Это, например, от него. Не знаю, золотое кольцо у меня есть, которое он мне подарил. Когда я начала с ним общаться, с моей первой любовью, у меня было 5-6 букетов в комнате. Мы с ним каждый день виделись и каждый день мне дарил огромный букет. Ну, не то, что огромный букет, но букеты, состоящие из 8 роз, из 9 роз. И каждый день. И мне прям некуда было ставить. Ко мне подруги приходили, они фоткались с этими букетами. А я ходила такая счастливая, думала, вау, как круто. В тот период косяк был за мной. У меня был супер истеричный характер. Сейчас прошло время, я повзрослела. А сейчас я в шоке, как он меня терпел. Я помню, мы с ним расстались и потом даже поздравляли друг друга с днем рождения. На праздники. Но сейчас уже, знаете, вообще никаких чувств нету, потому что я смотрю на его фотографии в фейсбуке. И он так поправился, ему так это не идет. У него еще такая страшная жена. Блин, не хочется наговаривать. Надеюсь, что это видео он не увидит. Вообще, надо вам как-нибудь рассказать про мою первую любовь. тряпнем стариной, расскажем про мою первую любовь. Я иду спать. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что все анонсы именно там. Всем пока, мои любимые. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!